Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 2 апреля, день Фотины. Самарянка, назван в честь мученицы Фотины. С ней беседовал сам Христос у колодца. Она открыто проповедовала христианство, Чему научила своих сыновей Иосию и Виктора. Нерон пытал Иосию и Виктора, а затем ослепил. Фотину отправили под строгий надзор к дочери Нерона, Дамине. Фотина обратила Дамину и всех ее служанок в веру Христову. Ослепленные сыновья чудом прозрели. В ярости Нерон велел содрать с них кожу, А Фотину бросит в глубокий колодец. Существовало поверье, что в колодецной воде Осталась душа святой Фотины. Поэтому вода, взятая из колодца в этот день, Лечит лихорадки. Служили специальные молебны, Когда использовали этот способ лечения. Для этого писали на бумаге тропорь мученицы Фотии. И завязав эту записку в ветошку, Давали больному носить ее на шее 3 дня или 9 дней. Потом надо было проглотить записочку Или сжечь ее вместе с ветошкой на страстной свече И съесть оставшийся от нее пепел. В народе знахари использовали эту воду сегодня Для лечения болезни и снятия порчи. Сегодня рано утром традиционно умывались колодезной водой Для здоровья и красоты. На рассвете славили лен, Брали красивые вещи изо льна, Выносили их из дома И развешивали на заборах в березах. Чаще всего это были вышитые полотенца. Девушки начинали водить хороводы с рушниками Длиной от 2 до 6 метров Расшитыми полотенцами, Приготовленными специально для свадьбы. Так привлекали женихов. Приметы. С этого дня начинается сокодвижение у клёна. В апреле возможно холода. Поэтому была поговорка Не ломай печей, Еще апрель у плечей. И если много талой воды в апреле, То много будет травы в мае. Дождь сегодня к урожаю на грибы. Снежный наст колюч, Год будет урожайным. Выпить сегодня воды из колодца, От болезней избавиться. Если сегодня днем жарко, А ночью холодно, Погода будет теплой и ясной. Отвечаю на комментарии Юры Синяева. Он посмотрел видео, Посвящается всем, Кто будет голодать. У него возникли такие вопросы. Вот он пишет. На протяжении предыдущих голоданий Должно быть все очищено, Прочищено внутри. Ну и дальше. Доброго времени суток, Уважаемый Петрович. Объясните, пожалуйста, ситуацию По этому ролику. Вы говорили, что Начинается глубинный процесс очищения После 14 дня голодания. Начинает уходить опухоль Или еще что там такое. Вот задаю вопрос. Петрович, Те чистки голодания, Которые проходили на протяжении Долгих лет, Они разве не очистили Ваш организм на долгие воды? Вот здесь имеется как раз Знаете, типичное заблуждение. Мы с вами, Я до этого сравнивал организм С квартирой или с домом, Который, как бы сказать, Мы убрали с вами с помощью голода, Там вымели, убрали, Вычистили, промыли, И все нормально. И на долгие годы. Но позвольте, Позвольте, Идет эксплуатация Эксплуатация этого дома, Этой квартиры, То есть нашего тела. Мы возвращаемся опять К питанию. Вот смотрите, Для того, чтобы получить Продолжительный эффект от голода, Сам голод, да, Наводит порядок в вашем теле, Как в доме его вычищает, Все нормально, Вам легко, хорошо, И все такое. Но процесс-то жизни идет, И если вы Относитесь к своему телу, К дому, К квартире, Соответствующим образом, То есть мало сорите, Немножечко там поддерживайте Вот этот порядок, А порядок в основном поддерживается С помощью того же питания, Правильно, Чтобы там меньше разного рода было Тех веществ, От которых вы только что там избавились. К сожалению, Вся наша пища Насыщена Все этими Веществами И т.д. Т.п. Плюс еще есть привычки. Вот вам хочется дома Покурить, Допустим, Вам хочется устроить Вечеринку, Потому что, Ну как, Как в доме жить Без радости, Можно так сказать, Вечеринку устроить, То есть все, Пятое, Десятое, Все это приводит к тому, Что потихонечку Наша квартира, Наш дом, Наше тело Опять В той или иной мере Загрязняется. Это важно понимать. Разве не очистили Ваш организм на долгие годы? Поэтому очистить на долгие годы Не получается. Тем более, Я вот сейчас вспоминаю Поля Брега. Он-то, Ну есть, знаете, Не хочу сказать, Что он фанат голодания, Но, по крайней мере, Насколько я могу судить По его книгам И по своему отношению к голоду, Он очищался, Вернее, использовал голодание, Практиковал намного больше, Намного чаще, Нежели я. Но тем не менее, Помните, Он там писал, Вот я начинаю голодать. Первый день Собираю мочу, Ставлю там Куда там Бутылочку, Вторую, Третью, Там, Семь дней он там отголодал. И вот, значит, Смотрю, Что там с мочой. И в моче Появляется осадок. Он этот осадок сдавал там В лабораторию. Ему было интересно, Что ж там такое В этом осадке содержится. Оказывается, Разного рода пестициды, Разного рода Эти самые, Как это самое, Используются для Опыления, Отвредителей, Там, по-моему, ДДТ даже там был, Что-то-то такое. То есть, Крайне вредные вещества. Они постоянно находятся. Плюс, Что там еще? Огромное количество пыли, Газа, И все это, Такое, Все это Входит в организм. И тем более, Знаете, Чем чище организм, Тем лучше Вот эта вот Ерунда еще входит. Это тоже важно понимать. Поэтому тут Вы, Если хотите закрепить Свой успех очищения После голодания, Обязательно надо Соблюдать питание. Ну, Мы соблюдаем, Соблюдаем питание, А потом, Знаете, Как бы сказать, Соблюдали неделю, Соблюдали месяц, Соблюдали три месяца, А потом, Да, Вот тут День рождения, Вот тут гулянка, Там шашлыки И тарататэ, Да, Что там, Хлеба съели, Что там? И пошло-поехало. То есть, Очистить на долгие годы Не получается. Но, Что может получиться? Это, Получиться поддерживать Чистоту. Профилактически голодая, Раз в две недельки, Да, Раз, Допустим, В три месяца, Или в четыре месяца, Там, Недельку вы поголодаете. То есть, Если в две недельки Вы в дни, Икадаши голодаете, Допустим, Двадцать четыре часа, Тридцать шесть часов, Некоторые там, Сорок два там, Часа там голодают, Да? Это раз в две недельки, Такие вот, Знаете, Голодания. Либо некоторые могут голодать Раз в неделю, Двадцать четыре там, Часа. Вот. А более такие большие сроки, Это уже там раз в три месяца Вы поголодали семь дней. Или раз в три месяца, В четыре месяца вы поголодали семь дней. А раз, допустим, в полгода, Вы можете поголодать две недельки. А раз в год вы можете поголодать и три недельки. Вот. Ну, как вы настроитесь. Поэтому очистить на долгие годы не получается. Так, как вы думаете. Вот мы так вот вымыли все, и все. Пожалуйста. Мы с вами выбрасываем и поддерживаем. Естественно, у нас, от нашего образа жизни, Если мы его так хорошенько поменяли, Какие-то загрязнения будут. Но они несущественны. Вот как сейчас. Я не голодаю. Но тем не менее, я там более-менее придерживаюсь. Хотя ем разного рода, там, Не совсем нормальную пищу, так сказать, Для... Ну, так вот бывает, будем говорить. Но тем не менее, за счет других вещей, Которые я делаю. Допустим, той же гравитационной гимнастики, Того же энергетического насыщения, Отсутствие, знаете, в моем сознании Разного рода зажимов, Которые очень сильно влияли на мой организм, На все мое существо. Я как-то чувствую себя намного лучше, Энергетичнее и... И очень доволен, будем говорить, Своим телом, в котором я живу. Так. Поэтому сказал, Если прибавят к этому здорового питания, Физические упражнения, Непонятно честно, Какая патология может проникнуть в ваше тело. Ну, что касается Патологии болезнетворных. Да, пожалуйста. Знаете, Вы можете, Как бы сказать, Заразиться тем же лишаем в детстве, Тем же герпесом В далеком детстве, Тоже там молочница, И иметь, знаете, Вот как-то расстройство микрофлоры, Какое-то, которое возникло. Еще, Когда вы Были грудничком, И вместо, допустим, Материнского молочка, Вас там Другими молочными смесями, Там допустим Кормили, Неправильно делали прикорм, И вот с тех вот вещей Все это дело Тянется, тянется, тянется. Но хочу и вам указать, Это вы вот сейчас смотрели, Да, там Действительно были проблемы, Это видео довольно-таки Старое, Посвящается всем, Кто там будет голодать. Если вы Действительно Все вот это делаете, Голодаете более-менее регулярно, Значит, правильно там Питаетесь, Здорово питали, И так далее, И тому подобное, У вас В основном Все будет хорошо, И вы Будете Молодцом, Следите за собой, Все такое. Но если, Говорю, Отклонение, Типа вот, У кого-то там Герпес у меня был, У кого-то там, Допустим, Молочница, У кого-то там Еще что-то там такое, С микрофлорикой Какой-то непорядок там, Листы, Пятое-десятое, А вот им-то придется Поупираться. И более того, Процесс жизни-то идет, Мы с вами Сталкиваемся, Опять-таки, Вот думаем, Что Мы там Избавились там От паразитов. Да, пожалуйста, Их полным-полно На овощах, Там, На фруктах. Не помыли, Помыли. Все это ведет К тому, Что мы повторно Можем заразиться В перерывах И так далее, И тому подобное. Но тем не менее, Тем не менее, Если мы всего Вот это вот Придерживаемся, Как говорит Юра, То чувствуем себя Довольно-таки хорошо. А если мы еще Добавим с вами Вот эту возможность Энергетического Тренинга И насыщения Своего Организма Энергии, То, Знаете, Появляются Такие перспективы, О которых Мы даже И не подозреваем. И это касается И здоровья, И это касается И спорта, И это касается И обычной жизни, И это касается И спорта. Так что Вот я Юре Вот такое вот Разъяснение дал. Так что Здоровый образ жизни, Да, Он является Мощной преградой От проникновения Разного рода Патологий В наш организм. Но! Здоровый образ жизни. Но, К сожалению, Жизнь течет. Праздники, Наш Пофиговизм, В конце концов, Привычки И так далее, И так подобное. Все это Почему еще? Все это может Надоесть, Голодать Регулярно. Это ж так, Как бы сказать, Все-таки Напряжно. Напряжно Питаться Правильно. То есть, Вот, Ошибка Большинства Людей заключается В том, Что они Подчистились, Перешли на питание, Получили хорошее Здоровление. Вот такое О! О! Да! Энергетика Все там такое Хорошее. И потом Потихонечку Все это Благополучно Через Несколько Там Месяцев А то и лет Смотри, Кто там Держался И подзабыли. И то, Что было Опять вернулись. Ну и Геннадий Петрович Оказался Примерно Таким же Кадром О котором Он Он Сам Рассказывает. Просто Знает, Что можно Там Поголодать Еще Что-то Сделать. А сейчас Я знаю, Что можно Пойметь Еще Кое-что И быть Очень Довольным Собой На этом Заканчиваю Собой